Локомотива стадиона Он как раз позади И мы будем смотреть Мне футбольчик Плюс вы наверное заметили Что это другая машина Они меня на халяву провели випку Всем привет друзья И добро пожаловать в новый влог Мы уже прям влогеры профессиональные Вам нравится, мы только с радостью это снимаем На самом деле эта неделя была очень насыщенная Мы гоняли на финал игры пистолов на стадион Были на концерте ЛЖ и Федука Это просто историческая Плюс вы наверное заметили, что это другая машина Об этом тоже будет пару слов о влоге И даже встречались с пандой Этого правда особо здесь не будет Но вы просто должны знать Сразу скажу, Алина только тренируется снимать влоги Где-то не хватает опыта, где-то она стесняется Поэтому не ругайтесь сильно Обещаю мы будем прогрессировать Ну а вы влепите лайк, если хотите больше такого лайфстайла И приятного просмотра Ну а спонсор данного ролика компания 1xbet Где самые большие коэффициенты Быстрые выплаты И специально для вас по промокоду на пару Бонус до 100 долларов при первом депозите Ссылка прикреплена в комментариях Переходите, удачи! Вообще мне кажется, с появлением зелени Москва сразу преобразилась Мне кажется, надо в парк, кстати, посмотреть как там Ну за 10 лет он сильно поменялся Там площадка для воркаута Пойдем заниматься Сразу извиняюсь Снимаем на телефон и вытащить камеру в клуб Это очень странно В общем, мы сейчас приехали в Сохрум На концерт ЛЖФ и Дука Спасибо моему агентству Они меня на халяву провели випку Сейчас зайдем Это будет первый концерт Можно сказать как раз ЛЖФ и Дук на пару Какую песню ждешь? Я жду, что Федук Класс 360 Но самое важное Это запомнить Федук или ЛЖФ ЛЖФ или Федук Это важно Алина сегодня в фэшн На каблучках Уф В какой-то веке в Невкедах называется А я в пуме Да, да, да Я лежу в свою дачу Но ты видишь себя как мамочки Я продумаю больше, чем дачу Я не могу У нас больше нет проблем Мы пулись и нас на людей Я на пустой нос отцов Уже на город Молодеет как амодит Они думают я в птик Мне надо сюда прийти Они просто хотят, чтобы я отстался Ну что, малыш, как тебе концерт? Вообще концерт осталось неоднозначное мнение Было очень много народу Какая-то не суперская организация Долго не могли найти нас в списках Оказалось, что у блогеров свои списки Отдельно от ВИПа и так далее Там на самом деле было очень много детей Вот серьезно То есть ребят 14-16 лет Даже меньше, мне кажется, были дети Ну и было очень много известных блогеров Не фиферов, а именно блогеров крупном масштабном Типа котятушкины и тому подобное Наши любимые Максим был счастлив И вообще, если сравнивать выступления Эл-Джея и Федуга То Федук в жизни пройдет намного лучше, чем Эл-Джей Больше работы с аудиторией Да, Эл-Джей вышел, промычал, ушел Типа я очень люблю обоих исполнителей Но выступал Федук намного лучше А когда они спели исторически вместе Розовое вино Они даже не пересеклись на сцене То есть ни пятюни, ничего Но это было ожидаемо Вроде было объединение, но как-то сомнительное Но получилось в итоге Масква! Мы сейчас в лесопарке, тут птицы, там мертвый голубь, там белочка В общем, нормально! Это очень круто, потому что настолько масштабный сериал И финальная серия будет на таком огромном стадионе С огромнейшим количеством народу Мне кажется, это очень круто По идее, там будут показывать на четырехэтажном экране Не знаю, как это будет доработать А последний раз я здесь был на каком-то матче ЦСКА Локомотив, по-моему, с Ваней И после этого вообще не ходил на стадион Потому что очень много народу Но здесь быстро прошло, хотя народу не меньше Но вообще сегодня весь день была миссия невыполнимая Не начитаться спойлеров и не узнать, чем закончилась серия Потому что это было безумно, было обидно Если бы пришли, уже знали, какой конец Зима же у меня похожа Вот эти мероприятия, приветствую вас Сегодня мы станем свидетелями финала Мы уже на Орине Творец, что очень странное Каждому дали листики, присвоили дом Мы торгалины Нам кажется, что это не очень подходит Я нормальный, я как Джон Столк Да? Что ж, дай Дайенерис, не мои драконы Дракарис, супер, все Ты тоже сошла с ума Короче, выглядит все пока очень странно Но собирается очень круто Сейчас еще потемнеет Здесь будет прям классно видно Только плохо, что я нормально, а упорно Мы страдаем Длительница уже 8 лет вместе И я буду скачать Приветствую вас Сегодня вы станете свидетелями грандиозного события Мы не будем обсуждать сам финал Это все вкусовщина, понравилось или нет Мы скорее расскажем о самой атмосфере Потому что, ну, это было фантастически Вот честно скажу Ты не бывал еще на футбольных матчах Я тебя обязательно туда свожу Но атмосфера была лучше, чем вот на футбольных матчах Там такие светошоу устраивали, музыка Вот с музыкой единственное, да, был косяк? Конечно, были маленькие проблемы со звуком Потому что огромнейшее эхо В связи с тем, что стадион большой Большой экран, ну, все, большой Вообще, очень крутая организация, медиатеки Спасибо им большое Это, опять-таки, не реклама Ну, ну как, я ее рекламировал, но здесь нас не просили Самое крутое, что, помимо всего прочего Еще была подсветка прожекторами Всякие клевые моменты И люди кричали, хлопали, комментировали Но и вишенка на торте был в конце оркестр Настоящий, огромный Где вышли девушки в средневековых платьях Джон Сноу там был И они играли саундтрек к сериалу Очень круто Атмосферно что-то происходило Возможно, серия была так себе Ну, дело вкусовщины Но атмосфера была потрясающая И вообще, я знаете, о чем понял Что классно вот так вот смотреть какие-то крутые фильмы и сериалы Атмосфера, реально, когда, знаешь, происходит что-то нереальное В кадре и весь зал выдыхает Точнее, весь стадион выдыхает Но это неописуемо Причем я пришла к такой мысли, что такой масштабнейший сериал Реально круто закончил бы на таком масштабном стадионе Никаким другим сериалом, мне кажется, вообще невозможно собрать такой стадион Это круто Молодцы А еще на этой неделе, помимо всего прочего Мы смотрели финал Евровидения Максиму, конечно, тоже пришлось смотреть Я его заставила Вообще, мне кажется, чем дальше Тем больше становится каких-то шоу-фриков Если ты являешься на стандартной внешности Или на традиционной сексуальной ориентации Или просто любишь одеваться, как экстраваганда У тебя намного больше шансов победить Голос здесь, ну, не самое важное Хотя это странно Это же музыкальный конкурс Добедителем в этом году стал представитель из Нидерландов Мы с Максимом были удивлены Потому что мы даже не запомнили, что он исполнял В конце нам даже пришлось переслушивать, искать его выступление Нам очень понравилась Италия Как мы уже выкладывали в Инстаграме Нам показалось, что самая запоминающаяся песня И это единственная песня, которую нам захотелось скачать По поводу выступления Сережи Глазаря Все, конечно, восторгались Поехали, он, конечно, красиво Но лично мое мнение, его номер не очень запоминался На фоне всех остальных Но самый, конечно, трэш, который был Это Исландия и Франция Что это вообще? Остановитесь Остановитесь Гули-гули-гули Знаете, у нас влог превращается в такой обзор мероприятий Которые мы посетили Но я думаю, вам это понравится Обязательно поддержите лайком Если хотите больше таких отчетов Потому что мы много куда интересно ходим И будем рады поделиться с вами Помните то время, когда люди ходили по всем странным местам Заброшкам, по паркам Вот так вот устаюшись с телефона Это был феномен Покемон Го И сейчас вышел фильм Покемон детектив Пикачу И я вам сразу могу сказать Это совершенно другое То есть там нет практически боевки Это не приключение Эша Совершенно иначе Это просто прикольный, развлекательный фильм И что самое удивительное Алина туда не хотела идти Ну точнее, она была не против Но думала, что это будет полный трэш В итоге ей понравилось Она пищала как ненормально И она захотела собачку Если у нее будет шпиц Назвать Пикачу Серьезно вам говорю Ну потому что они тоже маленькие и миленькие Там неплохой сюжет Подходит для детей Есть несколько шуток, знаете Ниже пояса Которые поймут как раз взрослые Поэтому вы тоже сможете посмеяться Так что, если у вас есть чадо Или вы просто любите покемонов Это идеальный фильм И сюжет построен нормально Правда, советуем Я думаю, будет хуже На самом деле Мы иногда с Алиной подумывали О том, чтобы купить другую машину Потому что купешка, купешка Кабриолет, конечно, все прикольно Но она маленькая В ней не помещаемся Мы плюс Алина боится на ней ездить Хочется что-то побольше Все-таки девушки, вы знаете Любят как раз кроссоверы И мы присматривались К нескольким моделям Это Лексус и Финик В принципе, оба большие внедорожники Их можно так назвать Это не паркетник, уж поверьте И у меня появилась такая возможность Покататься на Финике Он, по-моему, 2014 Или 2015 года Как раз покатать Алину Могу вам сказать сразу Интересное ощущение Что по габаритам Она практически не отличается От моей машины Единственное, что бросается в глаза Это то, что ты сидишь Реально как на троне Сантиметров минимум на 50 выше И тебе кажется Что все настолько низкие Что прям очень интересное ощущение Прям чувствуешь такую, знаете, доминацию Наверное, поэтому девушки Выбирают как раз кроссоверы Но могу сказать сразу У них одинаковый мотор Как и у моей тачки Но он топит намного слабже Прям однозначно Видимо, все-таки вес и габариты Дают о себе знать Ну что, друзья У нас на этом все Надеюсь, вам понравилось Пишите в комментариях Как вы считаете Что более эпично Финал Грифт Престол на Оруждой Арине Или самец кафеду Кассел Джейм Ну и, конечно, не забывайте подписываться Ставьте лайки Ну и оставайтесь с нами На пару веселей Пока Субтитры сделал DimaTorzok